Около 40 человек, юных моряков и опытных педагогов, накануне отправились в ежегодный водно-туристический поход «Память». Маршрут путешествия проложен по местам боев Днепровской военной флотилии. Самая дальняя его точка – город Пинск. По пути следования ребята будут делать остановки, чтобы возложить цветы к памятникам могилам павших воинов, привести в порядок места захоронения, а также встретиться с местными жителями и ветеранами. Какие цели мы преследуем в этом походе? Естественно, это патриотическая составляющая. Дети пройдут по местам боевой славы, действий партизан, советских солдат. И, соответственно, что они должны в походе прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Я надеюсь, это будет увлекательное путешествие, где дети просто-напросто познакомятся с историей родного края. Среди участников похода есть и старожилы, ранее принимавшие участие в подобных инициативах воспитанники центра, и новички. И те, и другие ждали день отправки с нетерпением и к путешествию готовы. Думаю, будет классно. Мы будем возлагать венки. Также будет очень прикольно. С друзьями едем. Ну, думаю, все будет хорошо. Я уже не первый год в этом путешествии, и мне дает это путешествие, как, можно сказать, почувствовать море, как мы плывем. Это очень интересно, весело. Не знаю, мне нравится. Первая остановка на пути следования – гидроузел Тришин. К памятнику погибшим в годы войны работникам шлюза участники митинга реквиема возложили венок. К слову, помощь в организации и проведении похода уже не первый год оказывает Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Активисты организации традиционно в числе участников водного путешествия. Это знаковый поход по местам боевой славы Днепровской флотилии. Он ежегодный. Мы стараемся всячески содействовать его проведению, оказывать помощь. Ребята будут останавливаться на различных объектах, именно объектах, мемориалах, возлагать цветы. Конечно, приятно то, что они ценят, помнят. И вся страна наблюдает за их походом и гордится то, что у нас в Брестской области есть возможность побывать и поучаствовать в такого рода мероприятиях. Впереди у ребят почти неделя пути. Обратно в город над Бугом теплоход «Фрост» придет в воскресенье. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...